Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас история Юлии Соломатиной. В феврале 2015 года Менчанина Павла Цинявского, лишившего жизни прошлым летом 18-летнюю Юлию Соломатину, приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, следующие 12 – в колонии строгого режима. Его мать Галину, помогавшую скрыть преступление, осудили на два года колонии, это максимально возможная мера по инкриминируемым ей статьям. Кроме того, решением суда преступник должен выплатить потерпевшей, матери погибшей, моральный ущерб в размере полутора миллиардов рублей. Иск, который обязана погасить обвиняемое, составляет 500 миллионов. Ранее в последнем слове фигуранты говорили о раскаянии и сожалении, просили прощения у Людмилы Соломатиной. Но разве ей от этого легче? В женщине, в миг потерявшей всякий смысл жизни, теперь едва узнаешь того счастливого человека с фотографией, сделанной незадолго до трагических событий. Осунувшееся лицо, потухший взгляд и зильно пошатнувшееся здоровье. Ни планов на будущее, ни надежд, только бессонные ночи, которые она проводит, оплакивая своего единственного ребенка. В прениях сторон Гособвинитель не стал пересказывать все детали этого сложного дела, о них уже говорилось много. Известно, что 18 июля 2014 года девушку лишили жизни. Со слов Павла, тогда он был пьян и в ссоре полоснул Юлю ножом по руке, затем задушил брючным ремнем. Прокурор Сергей Кротов говорит, что на 99% события развивались именно так, как указано в деле. Глобальных противоречий, которые ставили бы под сомнение показания обвиняемых, не установлено. Их мотивы и действия ясны, преступления доказаны. Почему Юля поехала на ту роковую встречу? Думаю, Сынявский представлялся ей серьезным, интересным, позитивным молодым человеком, который чего-то в жизни достиг и останавливаться на этом не собирался. По крайней мере, таким он сам себя показывал в соцсетях. По мнению прокурора, следователи и эксперты проделали огромную работу по изобличению преступников, и все возможности по сбору доказательств были исчерпаны, других данных нет. Следственный эксперимент, а затем и ситуационная экспертиза показали, что события действительно могли развиваться так, как говорил тот же подсудимый. Он утверждал, что задушил гостью. Вместе с тем очевидно и другое, категорично заявлять, будто девушку не могли лишить жизни более жестоким способом, тоже нельзя. Однако в пользу этой версии ничего нет. Примечательно, что доказательная база по способу совершения преступления во многом строится на показаниях самого обвиняемого. И если бы Павел железно стоял на том, что Юля умерла случайно, а он лишь, испугавшись, заметал следы, то получил бы всего года три. А его мать и вовсе не оказалось на скамье подсудимых. Сейчас Цинявский осужден по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь и уничтожение паспорта. Галина обвиняется в укрывательстве преступника, орудий и средств совершения преступления, следов преступления и тоже за уничтоженный паспорт. Следователей, а затем и участников судебного процесса сын и мать уверяли, будто сдаться решили из замок совести. Более правдоподобно звучит от безысходности, поскольку оба осознавали, рано или поздно их все равно найдут. К тому же, если бы преступники действительно раскаивались, то не стали бы поначалу лгать, будто Юля умерла случайно и что Галина тут ни при чем. Еще один момент, когда в суде Павел согласился отдать свою квартиру для возмещения вреда, подсудимая среагировала мгновенно, сынок, что ты делаешь? Это же твоя квартира. Ссылались они и на регулярные провалы в памяти, шок и состояние аффекта. Но, по мнению экспертов, оба вменяемые понимали, что делали. Действовали обдуманно, с этим поступить так, от этого избавиться этак, купить палатку и спальные мешки, еду, бежать, причем не через вокзал, где множество видеокамер, а более неприметным путем. В материалах дела изучению их личностей посвящено целых два тома. Про обоих сказано, что уровень интеллектуального развития соответствует полученному образованию и условиям социализации. Павлу свойственна эмоциональная напряженность, повышенная мнительность, болезненная сосредоточенность на своих ощущениях, склонность к страхам и перекладыванию ответственности за свои поступки на других. Он импульсивен в высказываниях и поступках, склонен к агрессии. Жестокость для этого человека не была чем-то новым. Скорее, обыденностью, делится наблюдениями прокурор. Насилие для Цинявского стало способом решения проблем, тех, чье мнение шло вразрез с его собственным, он попросту ставил на место. Зачастую подогревшись алкоголем, знакомый Павла рассказывал, что накануне преступления его товарищ нюхал клей и смотрел видеоизбиение людей. А в тот самый вечер был пьян и зол из-за недомолвок с бывшей подругой. И вполне вероятно, что Юля просто попалась ему под руку. Также выяснилось, что однажды он едва не задушил свою сожительницу. Кроме того, не раз привлекался к административной ответственности. Друзей у Цинявского не было, только пару приятелей, с одним выпивал, с другим вел свадьбы. Как правило, познакомившись ближе, другие люди переставали с ним общаться. Он трусливый и самолюбивый человек с массой нереализованных амбиций, добавил красок к портрету обвиняемого Сергея Кротов. Его запросы на жизнь не соответствовали его возможностям. А тех, с кем общаться, выбирал по принципу «нравится, не нравится». Галина Цинявская много трудилась, считала, что вырастила хорошего сына, обеспечила себя и его жильем. Можно даже подумать, что она сама стала жертвой агрессора. Парень рос без отца, и мать как умело контролировала его. Но со временем контроль ослабевал, в итоге воспитание было пущено на самотек. А после роли поменялись, и главным в семье стал Павел, остальные подчинялись. Впрочем Галине это было даже удобно, вечно тянувшая на себе воз всех забот. Теперь она переложила часть их на сына. Намногое из любви закрывало глаза, оправдывало любой его поступок. Достаточно вспомнить сказанное ею в суде, дурная материнская любовь застелила мне все. Вот и позвал он ее на помощь, как самого надежного союзника. Сама Цинявская, с учетом проведенных под стражей шесть месяцев, уже через полтора года оказалась на свободе. И возникает вполне закономерный вопрос к законодателям, не требует ли доработки та же статья 405 Уголовного кодекса. К примеру, за счет указаний дополнительных квалифицирующих признаков, допустим, уничтожение тела, существенно увеличивающих степень общественной опасности преступления, что позволит применять более суровое наказание по сравнению с действующим. Иначе преступники и дальше будут пользоваться удобным пунктом закона для сокрытия более тяжкого злодеяния. Сейчас картина такова, за все то, что Цинявские проделали с телом, наказания им попросту нет. Что понятно, будоражит общественность, которая также не понимает, почему им не вменялось в вину надругательство над телом. Юристы объясняют, таким образом всего лишь скрывались следы. Члены семьи Цинявских долго не верили в обвинения, приносили в изолятор передачи. Однако сейчас, когда оглашен приговор, они сторонятся знакомых, шарахаются от журналистов. Возможно, родственникам даже придется сменить работу и место жительства. А отцу преступника и бывшему мужу Галины, вероятно, поменять и фамилию. Причиной преступления, по мнению замначальника управления стационарных судебно-психиатрических экспертиз Гексе Андрея Риммана, который проводил исследование обоих Цинявских, стала прежде всего агрессия, которой помог выплеснуться алкоголь, откуда в Павле эта скрытая агрессия, сказать трудно. При проведении экспертиз он был спокоен, кроток, адекватно общался с персоналом, с соседями по палате, рассказывал про какие-то видения. Однако психических расстройств не выявлено, оба обвиняемых адекватны. Медицинский судебный эксперт-биолог комитета Мария Лапская говорит, что по делу было выполнено 17 судебно-генетических экспертиз, в квартире Цинявского 23 июля нашли пятна крови. И уже на следующий день мы установили, что это кровь пропавшей девушки. Позже в квартире обнаружили несколько волос, которые тоже принадлежали Юлии Соломатиной. Особенно сложно было доказать, что костные фрагменты с мест пожарищ тоже ее. Однако это тоже благодаря мастерству экспертов удалось сделать. Представитель потерпевшей Андрей Чижов считает, что в этой истории все же остались неясности. Основные вопросы, на которые так и не удалось получить ответы, как на самом деле умерла Юлия и все ли средства были использованы органами предварительного следствия. Чем вообще может вызвать 18-летняя незнакомая девушка желание лишить ее жизни при первой же встрече. К сожалению, объяснений этому мы тоже не получили. Так же как и бегу по квартире, который в ту ночь слышали соседи. Пятна мюлиной крови на ручке входной двери. Андрей Чижов, чья юридическая практика более 20 лет, убежден, что цель того, что Цинявский проделали с телом погибшей, избежать ответственности за более тяжкое преступление. Поддержите ролик лайком, а канал подпиской, и будьте осторожны.